Здравствуйте, с вами Юдина Ксения и это рубрика после уроков. Еще сотни лет назад люди могли только мечтать о полетах в небе. В 16 веке Леонардо да Винчи задумывался о конструкции, способной поднять человека в воздух. Невозможно точно сказать, кто дал нам возможность полета, но это не отменяет тот факт, что официально первый полет был зарегистрирован в 1903 году. Как вы уже, наверное, догадались, сегодня речь пойдет об авиации. Так, что же такое авиация, кто изобрел первый летательный аппарат и какова авиация сегодня? Слово авиация происходит от атлантистского ави, что в переводе означает «птица». Авиация – это теория и практика полетов на аппаратах тяжелее воздуха. Первые попытки строительства летательного аппарата принял английский ученый и изобретатель Джордж Кейли. Он посвящал длительное время изучению птиц, размаху и крыла и скорости полета. Эти данные стали основой для зарисовок Кейли. Работой именно этого ученого стали основой разработки концепции самолета. В 1885 году по проекту русского морского офицера Александра Можайского был выстроен первый летательный аппарат. Но он так и не взлетел, потому что у него было словно крыло. Затем, 17 декабря 1903 года, американцы и братья Райт совершили первый настоящий полет. Их аэроплан поднялся в воздух на 6 метров и пролетел 36,5 метров. Сам полет продолжался 12 секунд. У современных самолетов есть разные конструкции и назначения. На них вполне можно облететь весь земной шар. Сегодня развивается беспилотная авиация. Беспилотники могут выполнять задачи как переноска грузов и аэрофотография, так и строительство мостов и световые шоу. Главная консобенность в том, что на них нет экипажа. Раньше беспилотники использовали лишь в военных целях, но сегодня их используют на благо науки и людей. Во дворце пионеров и школьников имени Крупска есть коллективы, посвященные техническому образованию детей. В их состав входит аэролаборатория, где дети изучают такие летательные аппараты, как беспилотники, квадрокоптеры, и пытаются создать свои собственные. Желаем вам хорошего полета. Это была рубрика «После уроков». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова